МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программу поддерживает Бест Кредит Е. Телеканал Арсент, студия, программа «Народ должен знать» Дмитрий Виноградов и юрист Август Кяре. Почему-то я всегда хочу сказать «Андрус», и поэтому я всегда делаю паузу. Август Кяре у нас, и можно я первый вопрос с листа зачитаю, потому что достаточно такой серьезный, о том, что новый закон о квартирном товариществе действует уже некоторое время. Какие основные трудности, с которыми в этой связи могут столкнуться или уже столкнулись все квартирные товарищества, выявлены и вообще есть они или нету? Ну, с одной стороны, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я как бы уже не в председательстве и ничего в квартирном товариществе, к этому времени я уже вышел из правления квартирных товариществ, но по сути своей, сколько мы с квартирными товарищами сейчас занимаемся по работе, я не вижу никаких проблем, в принципе, никаких изменений как таковых. Вот так вот, что вот сегодня было так, а завтра так, не произошло. Как все работали, так и работали. Просто был такой ажиотаж, ой, все будет по-другому, ой, все будет по-третьему, ой, все будет не так. Нет, ничего не изменилось. В основном своей, в работе квартирных товарищей, да ничего не поменялось. А к чему это надо было, бюрократия? Нет, наоборот. Во-первых, свели два закона в один, сделали один закон, чтобы не искать в двух-трех разных законах, плюс снизили возможные пени, которые квартирное товарищество могло зарабатывать, плюс ввели так называемое залоговое право квартирного товарищества на неоплаченные денежные средства на коммунальные услуги от квартир, плюс всех под одну гребенку поставили, как говорится, везде есть квартира собственника, все образуются квартирными товарищами. До этого были они не товарищества, а югингут, то есть был не кортриюгинг, а кортриюгинг. Кортрид – это югинг. То есть мы говорим «содружество квартиры» или как-то вот, нетрудно сейчас перевести. Сообщество квартир, да. Все, больше пока ничего. Единственное, чем квартирные товарищи, скорее всего, сейчас с какими трудностями могут встречать, для них непонятно, что такое залоговое право, да. Вот расскажи об этом. Что с этим связано. В принципе, это залоговое право первого очереди, так же, как вот у нас стоит ипотечное право банков, да, ипотека банка стоит или еще что-нибудь. Только вот залоговое право квартирного товарища ставится перед, еще и банковской ипотекой она стоит, она автоматически становится. То есть, когда мы говорим о том, что мы квартиру должника продаем с молотка, то квартирное товарищество обязано сообщить в инстанции судебному исполнителю, не в, а судебному исполнителю, сколько он должен на момент продажи квартиры. То есть, сегодня он должен столько, вот когда начинаются там торги, перед торгами назвать сумму задолженности. Потому что эта сумма задолженности не переходит новому собственнику. Если раньше приобретатель приобретал и долги, и на эту сумму дисконтировалась, естественно, цена квартиры, то теперь, если квартира приобретена через судебного исполнителя, через торги судебного исполнителя или банкротного производства, то эти долги не переходят. А вот это залоговое... А залоговое право, это право квартирного товарищества заявить эту сумму туда и получить без судебного исполнения эту сумму от квартирного, от судебного исполнителя. Но оно распределяется как и с ипотекой в первую очередь. То есть, часть получает ипотеку, часть получает квартирное товарищество. Если денег хватает, то все получают все. По идее, оно должно работать так. Ну вот очень интересное добавление, комментарий от тебя в том смысле, что не переходит долг, хотя вот буквально и в этом году пару случаев были, что продавали квартиру с долгами. Нет, подожди, если я продаю... Если вот Вася Пупкин продает свою квартиру, он должен 9 тысяч квартирному товариществу, да, он подает там, я не знаю, Семе, и Сема это покупает, то вот этот Сема покупает эту квартиру вместе с долгами. Если их квартиру Вася Пупкина с долгами в 9 тысяч продает судебный исполнитель через исполнительное производство, то вот этот Сема Сене Иван Петров приобретает эту квартиру, не приобретает долги. Вот в чем разница. Он не приобретает долги, заявленные в судебном исполнителе. Понятно. И вот по поводу того, что вот этот вот новый закон, да, ты сказал, что наоборот он снизил какие-то, уменьшил. Я просто хотел сказать, у нас так часто все меняется, и с нового года будет обязательно точная регистрация, чтобы дана по месту жительства. Ну, это просто как вот комментарий. Вот буквально вчера в новостях на государственной станции слышал, что каждый обязан будет зарегистрироваться, именно, ну, показать, точнее, не зарегистрироваться. У нас говорят, что нету, да, вот такого показать. Нету, нету, как в прошлом института вот этого, как это называлось, прописки, да. У нас есть регистрация места жительства. Регистрация места жительства имеется в виду, она нужна для того, чтобы люди могли получать бы социальные дотации, для того, чтобы они могли бы общаться с местным управлением, для того, чтобы понимать, если человек работает, да, то у нас зарплаты, зарплаты у нас снимают подоходный налог, плюс там 33% платит у нас работодатель за нас разные, там, входит кассы, там, социальный налог на пенсии и так далее. Но вот эти вот налоги потом распределяются по месту вашей регистрации. То есть деньги идут в самоуправление, место вашей регистрации. И поэтому все самоуправления хотят, чем больше у них зарегистрировано людей, тем больше им приходит денег. То есть вот эти вот деньги, которые работодатель платит с зарплатного фонда, он же платит в государственную казну, а государственная казна распределяет уже по местному самоуправлению, куда, кому, какие денежки идут. Поэтому, если вы нигде не прописаны, ты по идее, и не то, что не прописаны, не зарегистрировано ваше место жительства, во-первых, трудно понять, кто должен оплатить какие социальные дотации и куда распределять ваши денежные средства государству. То есть самоуправление недополучают каких-то определенных денег, скорее всего. Я думаю, ноги растут оттуда. Да, так и есть, да, абсолютно верно. То есть сказали, что именно нужно указать реальное место вашего проживания. Проживания, да. И в принципе у нас же по закону у нас мест жительства может быть много. И мы можем в равных долях жить. Допустим, я неделю живу в Тарту, неделю живу в Тарту, неделю живу в Тарту, неделю живу в Хабсову, неделю живу в Пярну. И так я живу весь свой рабочий год, так скажем, или весь год. Потому что у меня неделя работа там, неделя работа там, неделя работа там, неделя работа там. У меня везде есть квартира собственности, но зарегистрирован я могу быть только в одной. Что самое смешное. И теперь вопрос, почему тогда, для меня с точки зрения самоуправления, я бы сказал, почему тогда эти деньги не распределяются между четырьмя самоуправлениями. Если он живет в четырех самоуправлениях одновременно, одинаково. Он не живет одновременно, он живет одинаковое количество времени. И как это доказать? Нет, но он говорит, у меня здесь квартира, здесь квартира, здесь квартира, здесь квартира. То есть это написать надо? Нет, не написать, это просто вот теоретическая такая проблема, что допустим, окей, он здесь зарегистрирован, там у него квартира зарегистрирована в Пярну. Зарплату он получает от фирмы, которая зарегистрирована в Таллине. Это распределять казна, деньги, которые работодатель заплатил в казну как налог, казна распределяет на Пярнувское самоуправление, потому что он там зарегистрировал. Но в то же время он целую неделю живет в Таллине, в Тарту и в Хапсалу. Почему другие не получают? Ну, как всегда, вставочка от меня, помимо нашего с тобой серьезного разговора, у меня есть двоюродная сестра, она эстоночка по-русски так плохо говорит, и мы с ней как-то пересеклись абсолютно случайно в городе, разболтались. Я ей говорю, куле Катрин, кусть сайл отправил, кусть он сину коду. Она говорит, ми ну коду он сяли, кусть он ми нумантыль. Но все правильно, и очень часто, потому что у нас, у людей на сегодняшний день работа может быть в движении, то есть мы очень динамично, мы должны работать в том же Пярне, в Хапсалу, в Ракваре, еще где-то, в Финляндии. Теперь вопрос, где он живет? А он живет три дня там, три дня там, три дня там, пять дней тут, десять дней там. И что теперь? Какое его местожительство? С одной стороны, он сам обозначает свое местожительство, что он считает, что его местожительство здесь, он его регистрирует. С другой стороны, а насколько оно правильное? Ну да. Здесь очень много вопросов. Ну в общем, с 1 января это должно быть официально. Если они хотят обязать регистрировать свое местожительство, да, то я бы сказал, у нас возвращается институт прописки. Они не говорят это именно как регистрация местожительства, они говорят как, где вы реально живете. Ну, за регистрирует обозначить свое местожительство. То есть пропишитесь, пожалуйста. Да, но они, да, вот они обходят вот это вот слово. Значит, мы говорим, если законодательно мы хотим людей обязать указать свое местожительство, а что если нет, что тогда? Ну, тогда, например, тебе могут пенсию не принести. Нет, это окей, мы не говорим, я не пенсионер. Что тогда? Я не укажу свое, я не зарегистрироваюсь. Там, да, вот то, что ты говорил, что там самое главное, ноги растут оттуда, чтобы каждый район или волость, или какая-то вот единица, да, структурная, чтобы они знали, что и государство знало, что там живет столько людей и столько налогов, соответственно, оно идет именно туда. Ну, я понимаю, да, но я говорю, а есть ситуация, я живу в пяти, что тогда? Ну, тогда давай об этом поговорим уже ближе к первому января, да, когда... Ну, я понимаю, нет, я полностью согласен, потому что, по идее, надо этот вопрос изучить, потому что я не в курсе этого такого, честно говоря. Ну, это буквально вот вчера появилась информация, свежечет. Честно говоря, некогда и не до этого, у меня место, может быть, зарегистрировано в Таллине, и мне как-то без разницы. Но с другой точки зрения, это надо определить, надо посмотреть, а если они зарегистрировались, какие санкции тогда, и есть ли они. Если там в советское время в этом институте прописки были санкции, да, то тебе можно сказать, что тунеядец и так далее, и тому подобное, и там за тунеядцы были санкции, и тебя можно было там на какие-то определенные сутки или оштрафовать и так далее, то на сегодняшний день у нас как бы этого нету, не было. А будет ли теперь, да? Вот это интересно. Если мы говорим, что у нас возникают еще и санкции, из-за того, что я не указал свое место жительства, не зарегистрировано, тогда мы можем говорить о том, что у нас возвращается институт прописки. Тогда еще один вопрос, немножко на другую тему. Квартирное товарищество борется, ведет судебное производство против должника или с должником, я уж не знаю, против или за, ну вот, с должником. Но вдруг замечают, что вот это вот судебное производство обходится ему слишком дорого. То есть это получается как казино, да, то есть либо ставишь и выигрываешь, либо лучше не играть? Нет, 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 ты все равно выигрываешь, ты получаешь свои... Вопрос в том, что судебное производство приводит к тому, что ты получаешь исполнительный лист, который ты можешь через судебного исполнителя как бы реализовать. Другой вопрос, сколько тебе будет это стоить? Чем дороже адвокат, тем дороже они будут тебе это стоить. Ты можешь не нанимать адвокатов, ты можешь ничего никому не платить, ты можешь найти, как квартирное товарищество, кто-нибудь из членов квартирного товарищества, подаст сам в суд. То есть от имени квартирного товарищества. И тогда обойдется только в госпошлину. Вот и все. Вопрос в этом. Вопрос от зрителя. Соседняя квартира сдается в аренду, там достаточно регулярно шумные компании встречаются, ну и так далее. Как можно призвать их к порядку, потому что вызывали и полицию, но они дверь не открывают, а председатель только проводит беседы, и авосы ныне там. Нет, ну то, что мы говорим и про председателя, да, но а что может сделать председатель? Пойдет с берданкой туда наперевес качать права? Или возьмет, как это называется у нас, клюшку, или бейсбольную битую и скажет, вы это здесь, чего это тут, понимаете ли мне? Да, но он и должен беседы проводить. Другой вопрос о том, что если это настолько всем мешает, то поднять на общем собрании квартирного товарищества вопрос о... Ненасистный, ненасистный, как это называется, заставить собственную квартиру реализовать эту квартиру в связи с тем, что он нарушает права многих членов квартирного товарищества тем, что он сдает. Вот, или пусть меняет тогда своих этих... Ну, кому сдает. Кому сдает, да. С другой стороны, да, они вызывают полицию, надо писать заявление. От того, что вы вызывали полицию, и полиция постучала в дверь, и ничего не случилось, понятно, дверь полиция не будет ломать, потому что там нет уголовного преступления, да. А то, что касается того, что вы сами заявления не пишете, ну, это ваш личная проблема. Пишите заявление, ходите констеблем, пишите заявление, пишите заявление в МУПу. У нас для этого не надо ходить в полицию. Можно дигитально написать заявление. Вы же в полицию вызывали, можете прямо им, патрулю, написать заявление. И пусть констебли, или кто у нас там в данном регионе работает, пусть они этим занимаются. А могут ли вот эти, ну, ребята, да, назовем их так, сказать, что вообще-то у нас в Эстонии по закону с 23 до 6 рафу. То есть, ну, отдыхали мы в этом смысле. Ну, там же зафиксировано когда? Восемь, девять. А там же зафиксировано когда, что, чего? Ну, к примеру, они действительно вот восемь в девять шумят. Ну, да. Можно? Ну, можно сказать, да, тогда вопрос, вопрос другого, как шумят. Если не ошибаюсь, у нас была в этом, не в кодексе, а когда, коррестусиадусник, я не помню, как это уже по-русски, пенициальный кодекс, вот, как он по-русски. Такая статья 262, которая гласила о том, что нарушение общественного порядка. То есть, этот шум должен быть настолько сильный, что он нарушает общественный порядок, то есть, пребывание людей в общественном месте. То есть, я иду на улицу, и из квартиры это такой шум, крик, гам, и это мне мешает, потому что я хочу спокойно прогуливаться и читать книжку, и наслаждаться тишиной вокруг дома, да. Тогда можно вызвать полицию и вот сослаться на эту статью. С другой стороны, у нас есть коррестусиадус, то есть, я не помню, как по-русски правильно перевести, там какая-то статья 7 с копейками прим, какая, говорит о том, что у нас есть, да, эра, вот так называемое ночное спокойствие и дневное время. Вот ночное спокойствие, там, с такого-то, такого-то, и в это время, в принципе, неприемлемо какие-то нарушения, но опять, какие нарушения, какие санкции, что. Я с коррестусиадусом не очень знаком, я его читал только в самом начале, когда его приняли, я уже его не помню, честно говоря, я помню, что там были статьи, статьи, там, 7 какая-то с чем-то там прим, которая гласила о том, что вот вопрос санкций, какие санкции и так далее. Но с этим должна работать полиция. Понятно. Друзья, кстати, вот это был вопрос от нашего телезрителя, и вы тоже можете свои вопросы присылать, каким образом бегущая строка периодически появляется, там будет имейл-адрес, присылайте свои истории, присылайте свои вопросы, по мере поступления будем на них пытаться ответить, да? Да, конечно, конечно. Что там отключилось, а на плите что-то варится, чтобы назад этот рубильник поднять. В общем, есть вариант как-то повлиять на эту ситуацию? С другой стороны, я вернусь к тому, что говорил до этого, да, что доступ к таким помещениям должен быть, как говорится, к таким вещам должен быть и у председателя, не у председателя, у членов квартирного товарищества. То есть управление, да, управление должен быть ключи к таким вещам, потому что если вдруг, если тот же ключ у соседа и вправду что-то случилось, и этого соседа просто, мы не говорим, что он вот плохой и так далее и тому подобное, а его в этот день просто нету. Как включить тогда, да, к электросчетчику ключ? Ну, я бы сделал проще, честно говоря, если мне вот вырубилось электричество, выключилось электричество, и мне надо в это попасть, и сосед, как говорится, делает вид, что его нет дома и так далее, но я сбил бы замок или там спилил бы его, поставил бы другой и дал бы соседу новый ключ. Сказал, извините, а не было, я был вынужден, вот у тебя ключ, у меня ключ, и у всех других соседей ключ. Все нормально, да, я с одной стороны начнешь ущерб, то, что замок убрал, но этот ущерб был нанесен с целью того, чтобы был бы нанесен более, для того, чтобы закрыть возможный больше ущерб от того, что у меня потечет холодильник, и он потечет, зальет не только меня, но и зальет нижние этажи и так далее и тому подобное, может быть, там еще что-то с электричеством связано, да, поэтому мне пришлось снять замок, и при этом я сразу же этот ущерб как-то хиастан, то есть сразу же восстанавливаю, не восстанавливаю, сразу же его привожу в порядок, да, ставлю новый замок и раздаю ключи. Да, маленький опрос тогда сразу устроим, вообще удобно, когда вот такой счетчик у тебя дома, ну не счетчик, а этот щит дома, вот у тебя дома, у меня тоже, сейчас спросим у нашего редактора дома, нет, не дома, 2.1, у оператора спрашивать не будем, потому что он здесь в студии живет. Нет, по идее вопрос, что счетчики дома, да, но есть все равно главный рубильник на квартиру, который находится вне квартиры, он находится внизу. В подвале, да. В подвале, да. И это, естественно, дверь должна быть закрыта, а ключи от этой двери должны быть, во-первых... У нас у всех есть. Или у всех, или у членов квартирного товарищества, не у членов, а у членов правления квартирного товарищества, для того, чтобы в любой момент им позвонить. С другой стороны, этот ключ должен быть в этом смысле у всех, потому что, ну, может быть, одних, вторых, третьих не будет тогда, чтобы спуститься, включить свет и так далее и тому подобное, для того, чтобы избежать более-большего ущерба. У нас вообще какой-то уникальный, хитрый ключ, который открывает все двери. Ну, то есть, у каждой квартиры свой ключ, то есть, я не могу своим ключом открыть чужую квартиру, но своим ключом я могу войти в свою квартиру, могу войти в дом, могу войти в подъезд, могу открыть подвал и там... Ну, просто вот эти общие замки, они сделаны таким образом, что они реагируют на этот ключ, то есть, спилены какие-то определенные эти зубцы, да, и они открывают. Но в то же время, если вы приходите с другим ключом похожим, он ничего не открывает. Еще вот такой вопрос, что рядом с жилым домом, рядом с квартирным товарищем, там большой жилой дом, расположен магазин, где в 5-6 утра начинают привозить товар, да, загружать большие машины, фуры с подъемниками и так далее. Естественно, это шум, определенный грохот, но в 5-6 утра это особенно хорошо чувствуется, да, может быть, днем при общем шуме нет, а в 5-6 утра обязательно, вот. И, да, и грузчики там разговаривают, все это разносится, как-то на это можно повлиять? Или уж, извини, парень, раз приобрел здесь квартиру, то... Нет, ну опять же, мы говорим 5-6 утра, это тот же Курак Айцисяц, который говорит у нас, так называемый, да, ночное спокойствие. Здесь вопрос, насколько этот шум мешает, что, как, чего. С одной стороны, я бы обратился бы или в муниципалитет, или написал бы жалобу в полицию, пусть разбираются, пусть скажут, пусть скажут свое слово со стороны, с точки зрения законодательства, насколько это и как. Если этих жалоб будет постоянно и много, то, скорее всего, в какой-то момент сделается предписание или кто-нибудь скажет собственнику, да, что или делай это тише, или делай это в другое время. Я думаю, таким образом, с другой стороны, а когда это делать, да, вы же сами, может, пользуетесь этим же магазином или еще чем-то, да, но если, тем более, вы пользуетесь магазином, вы хотите, чтобы в 7 утра или еще, когда у вас был свежий продукт и так далее, когда он должен это привезти? Вечером? Тогда он уже не такой свежий. Значит, надо на электромобилях. Отлично, купите ему электромобиль. Понятно, я все это понимаю, но с другой стороны, есть определенные такие, скажем, нормы, не то, что поведение, а вот восприятие, насколько ты восприимчив к чему-то, да, то, что нормы. Можно же некоторые вещи понять, что в другое время никак. Так, с другой стороны, если это делается специально, шумно и так далее, и это всем мешает, напишите, напишите в Гуру право, чтобы забрали у них тогда право на работу в этом доме и закрыли их магазин. А если это ваш магазин? Призма? Хотелось бы. Нет. Ну, я просто говорю, а если это ваш магазин, что тогда? А если мы говорим о призме или о больших таких магазинах, ну, обычно они все-таки свои машины и так далее, или свои магазины ставят не в плохую, ну, не совсем так, что вот ваши пять метров, и здесь стоит гремит машина, да. Здесь какой-то вот эффект должен быть, прикройте окно, может надо окна поменять, я не знаю. Может у вас просто вот так передается, может вы чувствительны к этому. Если вы чувствительны к таким звукам и так далее, может, я же не говорю, что это правильно, сразу менять место жительства. Может, оно и правильно поменять место жительства в более спокойный район или еще чего-нибудь. Я не говорю, что вот магазины вот будут требовать менять место жительства. Не-не-не, может, магазинам надо сделать подписание со стороны государства, со стороны полиции, чтобы они потише были бы или с умом к этому относились бы тоже. Ну, это вопрос такой, можно об этом говорить много, но при этом будем говорить ни о чем. Ну да. В завершении программы хочу тебе сказать, что ты сказал, вот кому-то, может быть, эти звуки приятны, кому-то неприятны. Я могу тебе сказать конкретные идеи, какие звуки мне неприятны. Когда, это особенно летом было заметно, в 8 часов утра в субботу начинали косить траву и пилить все эти ветки на деревьях бензопилой. В 8 утра в субботу, ну подождите, ребята, до 10 хотя бы. Ну, у всех свой рабочий день. Да. Друзья, это была передача «Народ должен знать», в которой мы обсуждаем, нынче пока что вот обсуждаем работу квартирных товарищей, проблемы, которые с этим связаны. Пытаемся найти какие-то решения. Ждем и от вас вопросов. Сегодня вот несколько уже было задано. Программу провел Дмитрий Виноградов, ну а в гостях у меня был юрист Август Кяре. Большое спасибо. До встречи. И смотрите телеканал «Арсент». До свидания. Программу поддерживает Бест Кредит Ели. Бест Кредит Ели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok